Благослови! Благослови! Не положу при отчаянии мои вещи непотребные. Дело преступное, я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце разочтенное будет отдалено от меня, злого я не буду знать. Камер кревещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами надменного сердца не потерплю. Глаза мои на верной земле, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающе коварно. Говорящий ложь не останется при глазами моими. С раннего трава буду стрелять всех нечестивцев земли. Да вы искрените с града Господи всех делающих беззаконие. Слава Отцу и Сынаму Духу и ныне, принесном веке, вековый мень. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ангельские сиры на гробе Твоем истригущие мертвешим И стоящие молей во гробе, ищущие пречистого тела Твоего Клянился, не искусився от Него, встретился Деву Дару и Живот Воскресе измертый Господи, слава Тебе, слава Отцу и Сына Святому Духу Перепрославленный Си Христе Божий наш, светила на земле Отца нашей основавой И тем века истине верився, она не наставивай, много благоутробней Слава Тебе, и ныне пресно веки веково, аминь, что Те наречимо благодатное Небо, яко, воссияло, если солнце правды, ра, яко, прозевла, если цвет нетлени Деву, яко, пребыла, если нетленно, чистую Матерь, яко, имела, если на святых Твоих объятиях Сына всех Бога, того молись спасти со душам нашим Стопой моей направит, прославеси Твоему, и на ней обладает ноя всякое беззаконие Избави мякле и человеческие, и сохраню заповеди Твоя В лице Твое просвети, нарабатывай Его, и нырки мне оправданию Твоим Да исполнится уста мое хваление Твое, Господи Яко, дам свою славу Твое, и виздень великолепие Твое Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу и ныне, Преисновить и Николай Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи нашим. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наше, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, пресни на веки веков. Аминь. Отче наш, веже истинный небес, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твое, я, когда небесей на земле. Хлеб наш насущный дождем днесь, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лука Бога. Как от Твоей Царствы, сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне, пресни на веки веков. Аминь. Ежа, анас, исполни усмотрение, и я же на земле, и соедини небесным, вознеслся, если во славе Христе Божий наш, Никак уже отлучайся, но пребываю неотступный, и вопия любящим Тя, аз есим с Вами, и никто же на Вы. Господи, помилуй! И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле, поклоняем и славе Христе Божьем, Долго терпели и много мест, и много благоутробнее, и же праведно любя и грешно и милую, и же вся завека спасения и обещания ради будущих благ. Сам Господи, прийми наше в час всей молитвы, и исправи жизнь нашу к заповедям Твоим Душу нашу, Святитель, и са очисти, помышление исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорбей, зол и болезней, Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем достойно соединений веры, И в разуме преступная Твоя слава, яка благословенна сего веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу, Сыне, Святому Духу, и ныне приснови веки веков, аминь. Честнейшего Херувема, славнейшего Бесранения Серафима, Безострения Бога, Слова Росшей, Сущего Городицу Тебя величаем, Именем Господни благослови, Вочем, 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 Благословиме, Просвети Бесе, Твое, нам и помилуй, аминь. Пресесть, свят и истины, просвечай, исключай, Всякая Человека, грядущего в мир, дознано, цена, свет Трица Твоего, Да мне, Музем, свет неприступный, исправи стопы нашей геланью заповедей Твоих, Молитвами пречистая, Своей Матери всех святых Твоих, аминь. Браны Моим, води победительная, яка избавшаяся от мы, Благодарственная, ласки церемки, раби Твоей, Благородице, Мояка и мучая, державу непобедимую, От всяких нас безвободи да завемти, Радуйся, невеста, не невеста. Слава Тебе, Христе Божье, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени, крестный, во веки веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Благослови. Христос, ищенный Бог наш, молитвами пречистая, Своей Матери всех святых, Помилуй, ты спасет нас, яко благо и человека любез. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. По учению из бесед святителя Иоанна Златоустова. «Потому любит меня Отец мой, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Евангелие от Иоанна, 10 глава. Что может быть уничижение этих слов? «Господь наш пользуется любовью Отца ради нас, потому что умирает за нас». Так как называли Его чуждым Отцу и обманщиком, и утверждали, что Он пришел для вреда и погибели, то Он говорит, что если уже ничто другое, то, по крайней мере, то побуждало Меня любить вас, что вас любит Отец, так же, как и меня, и что Он любит Меня, потому что Я умираю за вас. А вместе с этим хочет и то показать, что идет на смерть не по неволе. Если бы по неволе, то каким образом это доставило бы Ему любовь? И что это весьма угодно и Отцу. И не удивляйся, что Он говорит здесь, как человек. Мы уже много раз указывали причину этого, а снова повторять то же самое было бы излишне и тягостно. «Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и имею власть опять принять ее». Десятая глава Евангелия Теана. Так как часто замышляли убить его, то Он говорит, «Без моего соизволения напрасен ваш труд» и предыдущим доказывает последующее смертью воскресения. Это удивительно, необычайно, потому что и то, и другое смерть и воскресение последовали особенным и необыкновенным образом. Но будем тщательно внимать тому, что говорится. «Имею власть, — говорит, — отдать жизнь мою». Да кто же не имеет власти положить душу свою? Всякий, кто хочет, может умертвить себя. Но слова Его имеют не этот смысл. А какой же? Я имею такую власть положить, что против моей воли никто не может отнять ее у Меня, а этого нельзя сказать о людях. Мы не иначе сами по себе можем положить душу свою, как только умертвить себя. А если впадем в руки людей, злоумышляющих и могущих убить нас, то уже не имеем власти положить или не положить, но они убивают нас и против нашей воли. А он не так. Он властен был положить душу свою, даже и тогда, когда другие злоумышляли. За них Он на душу свою положил и на кресте ходатайствовал за них пред Отцом. Будем же и мы подражать этому, ведь быть учеником Христовым и значит быть кротким и не злобивым. Но каким же образом мы можем стяжать эту кротость? Если будем постоянно размышлять о своих грехах, если будем скорбеть и плакать. Душа, погруженная в такое сетование, не может ни раздражаться, ни гневаться. Где скорбь, там гнев невозможен. Где печаль, там нет места злобе. Где сокрушение души, духа, там не может быть негодования. Знаю, что многие, слыша это, смеются, но я не перестану плакать о смеющихся. На следующее время есть время скорби, слез и рыданий. Мы много грешим и словами, и делами, а таких грешников ожидают гиенны и река, кипящая огненными волнами. И что всего хуже, лишением царствия. И при таких-то угрозах, скажи мне, ты смеешься и веселишься. И в то время, как Господь твой гневается, угрожает, ты остаешься беспечным. И ты не боишься возжечь тем для себя горящую печь. Не слышишь ли что? Взывает он каждый день. Вы видели меня молчущим и не напитали, жаждущим и не напоили. Идите в огонь, уготованный дьяволу и ангелам его. 25-й главе ангел от Матфея. Такие угрозы он повторяет каждый день. Трудного ли чего и обременительного Господь требует от нас? Не того ли, напротив, что весьма легко и удобно исполнимо? Ведь не сказал он, я был болен, и вы не исцелили меня, но не посетили. Не сказал, я был в темнице, и вы освободили меня, но не пришли ко мне. А чем легче заповеди, тем больше наказания тем, которые не исполняют их. Аминь. Аминь. Храни все Господь вас.